В эфире информационная программа «День за днём». В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте! Что интересного произошло в нашем городе области, расскажем прямо сейчас. Что за то, что в данном поезд студентам я застнул, прошу, но открою. Да, вот держать против. Десногорский городской совет провёл очередную 61-ю сессию. За 7 дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 635 сообщений. Управление по делам ГУЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Раньше детей с такого возраста как бы не привлекали к этой игре, но оказалось, что это очень интересно. Муниципальный этап чемпионата школы «Росатома» по футболу 5 с плюсом. Шли годы, и вот уже прошло 37 лет. Детский сад «Теремок» отметил свой день рождения. Переходим к темам выпуска. На национальный проект «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета будет выделено 17,5 миллиардов рублей. Эту сумму направят на ремонт дорожной сети Смоленской области. Работы планируется проводить в течение 6 лет. При этом 13 миллиардов рублей планируется выделить на ремонт дорог областного значения, а 4 миллиарда направят на восстановление дорожной сети областного центра. Таким образом, к 2024 году планируется привести в надлежащее состояние более 1 тысячи километров дорожного полотна Смоленской области. Также планируется увеличение количества камер фото и видеофиксации. За ближайшие 6 лет их количество в регионе увеличится вдвое. Эти работы также выполнят в ходе проекта «Безопасные и качественные дороги». 22 апреля в администрации города состоялась очередная сессия городского совета. Депутаты обсудили ряд вопросов, рассмотренных ранее на публичных слушаниях. Подробности в сюжете. Депутаты утвердили дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения Десногорского городского совета об исполнении бюджета муниципального образования город Десногорск за 2018 год. Слушания пройдут 13 мая в 17.30 в здании администрации, кабинет 325. Также принято решение включить в порядок о создании Дорожного фонда Десногорска дополнительный источник дохода и внести изменения в направлении расходов. Дополнивало укрытым следующего содержания. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и капитальный ремонт и ремонт проезда в дворовом территории многоквартирных домов города Десногорска. Следующей темой обсуждений стали налоги на имущество физических лиц на территории города. Предварительной комиссии было предложено уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес, снизив ставку от кадастровой стоимости с 2 до 0,8%. Депутатский совет эту инициативу не поддержал и отправил документ на доработку, чтобы исключить возможные риски. Также депутатский совет не стал спешить с утверждением правил благоустройства территории города Десногорск. В связи с возникшими замечаниями у коммунальных служб города к порядку правил, документ решили взять за основу и окончательно согласовать на следующем заседании. Неоднозначным на повестке дня был и вопрос об утверждении стратегии социально-экономического развития Десногорска на период до 2030 года. Проект стратегии состоит из трёх разделов. Это анализ социально-экономического развития муниципального образования, оценка его потенциала. Второй раздел – это цели развития муниципального образования и целевые показатели. И третий раздел – это направление развития муниципального образования. По мнению большинства, данная стратегия не имеет реального механизма действия. Единогласно депутаты проголосовали за проект выполнения плана приватизации муниципального имущества за 2018 год после детального отчета Ольги Романовой. В плане приватизации у нас было 7 объектов. По двум объектам у нас аукционы не состоялись. Это нежилые помещения, расположенные по адресу 3-й микрорайон, строение 10А, бывшая кафе Гелиос. И первый микрорайон, дом 12А, это бывшая первая аптека. Остальные объекты у нас были реализованы. Обсуждалось на сессии строительство Ледового дворца. Его готовность составляет более 70%. Строительство продолжится в 2020 году. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснат-ТВ. Смоленщина активно готовится к летнему отдыху и оздоровлению детей. В этом году на эти цели выделено 300 миллионов рублей. Большая часть суммы предоставлена из регионального бюджета. 50 миллионов удалось привлечь благодаря предприятиям и профсоюзным организациям, а также спонсорам. В администрации области сообщили, что принять детей готовы уже более 200 учреждений Смоленщины. Для этих целей также заключены все необходимые договоры на поставку продуктов питания. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой три раза. За семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило 635 сообщений, из них 256 сложных. Поступило и отработано 7 просьб от населения. Также с 16 по 18 апреля муниципальное образование город Десногорск участвовало во всероссийских командно-штабных учениях, проводимых МЧС России, по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска половодья, а также защитой населенных пунктов и объектов экономики, социальной структуры от пожаров. В ходе командно-штабного учения были отработаны практические навыки взаимодействия руководящего состава органов управления, силы средств Десногорского муниципального звена РСЧС по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения населения. Ребенок Когда ребенок приходит в школу, чем обедает и во сколько уходит домой, такой контроль доступен родителям пяти смоленских школ. Реализация проекта «Электронная школьная карта» позволяет вести полный контроль за своим ребенком. Также с помощью школьной карты осуществляется выбор блюд и безналичный расчет в столовой. Первые отзывы о проекте положительные и планируется дальнейшее внедрение такой системы в других учебных заведениях. Оснащение школ необходимым оборудованием в виде турникетов, столовых электронных табло и самих карт осуществляется за счет инвестора. Укрепление здоровья дошкольников и пропаганда здорового образа жизни с малых лет – такая благородная задача у футбольного чемпионата 5+. Подробности далее. Чемпионат по футболу для дошкольников 5+, проводится для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома» среди городов расположения предприятий атомной отрасли. Соревнование проходит в течение трех дней, и в нем принимают участие дети всех восьми детских садов Десногорска. Название «5+,» означает возраст ребят, участникам от пяти до семи лет. Перед тем, как команды будут выходить на площадочку, мы перестим друг друга и проводим ребенку в оборудовании. По результатам нынешнего муниципального этапа команда «Победитель» будет приглашена на зональный этап. А по завершении всех зональных игр финальная встреча состоится в Новоуральской Светловской области. При этом участие таких юных горожан весьма новый и, как оказалось, положительный опыт. Раньше детей с такого возраста как бы не привлекали к этой игре, но оказалось, что это очень интересно. Сами они переживают, волнуются, играют на полную силу, все хотят победить. Поддержать детей пришли родители и воспитатели. Безусловно, это прекрасный способ вовлечения в спорт юных горожан. Это также дает возможность познакомиться с физкультурно-оздоровительным комплексом Десна и, возможно, выбрать подходящую спортивную секцию. Чемпионат «5+,» проводится второй год подряд. Результаты первого мероприятия показали высокий интерес к событию со стороны как участников, так и зрителей. Завершение муниципального этапа состоится в пятницу 26 апреля. Для того, чтобы избавить школьных учителей от лишних хлопот, законотворцы предложили ввести новые должности в учебных учреждениях. Такой проект подготовило Министерство просвещения. Предполагается, что горизонтальная система учительского роста от учителя к учителю первой категории дополнится вертикальной. То есть появятся также старшие и ведущие учителя. Кроме этого, определены и обязанности новых преподавателей. Так старший учитель будет координировать деятельность других педагогов, а ведущий выступит в роли наставника педагогического состава. Общественные слушания проекта продлятся до 7 мая. На свой день рождения 23 апреля гостеприимный детский сад «Теремок» встретил гостей праздничным концертом. Побывала в уютном доме детства и наша съемочная группа. Вот уже 37 лет детский сад «Теремок» воспитывает юных десногорцев. Он с объятиями встречает еще совсем крошечных детей и с грустью провожает повзрослевших ребят в школу. Уютная атмосфера сада, добрый и отзывчивый персонал. Ненапрасно «Теремок» называют ласковым садом. Ласковый, потому что в нем растут такие хорошие, добрые, красивые дети. И в нем работают замечательные педагоги. Каждый год специально к дню рождения в саду устраивают выставку детских работ. 37-ю выставку назвали «Мести мы можем больше». Ведь только при заботливой поддержке взрослых дети могут все. Самым особенным экспонатом на выставке был ароматный пряничный домик, который сразу привлек все внимание к себе. На выставке не просто поделки, а я считаю шедевры, шедевры искусства. Здесь и работа из бисера, здесь и работа даже настоящий пряничный домик, который можно съесть. Он так пахнет вкусно. А еще специально для гостей малыши подготовили праздничный концерт. В роли почетных гостей на праздничном концерте были замечательные женщины, посвятившие саду и его воспитанникам большую часть своей жизни. Это воспитатели Нина Авдеева и Валентина Терпячая. «Я много лет проработала здесь. И какой здесь чудесный коллектив, высокопрофессиональный, и очень внимательный, и очень всегда заботливый. Детский сад «Теремок» остается мне родным домом. Я всегда с удовольствием прихожу на праздники». Готовились к празднику малыши долго и упорно, поэтому зрители и гостей ждал приятный сюрприз, веселые танцы, звонкие песни и красивые стихи. «Шлют все поздравления, потому что отмечаю «Теремок» свой день рождения». Много поздравлений и благодарственных слов прозвучало в тот день на праздники. Специально для приглашенных ветеранов труда ребята своими руками сделали для них памятные подарки. Роскачество устроило масштабную проверку яиц в высшей и отборной категории, и результаты оказались неутешительными. Исследование показало, что яйца, которые соответствуют не только обязательным, но и повышенным требованиям принятых стандартов, не обнаружены. Тем не менее, это не означает, что представленный на прилавках продукт некачественный. Каких-либо патогенных организмов, таких как стальмонелла, эксперты не обнаружили. Также не обнаружены следы пестицидов, антибиотиков и прочих неиствойственных продукту элементов. И о погоде. 26 апреля в Десногорске тепло и солнечно, днем плюс 20, а ночью 8 градусов тепла. На сегодня это все новости. Не забывайте про наш сайт desnadefiz.tv.ru В студии работал Олег Соловьев. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok